В тоннеле уже демонтированы рельсы. Их погрузили в специальные вагоны и вывезли. Вместо них здесь уложат новый путь по современной технологии, позволяющий снизить вибрацию и динамическое воздействие на своды тоннеля. Вместе с этим комфортнее станет и пассажиром. Поезд будет меньше трясти, увеличится его скорость, а значит сократится время в пути. Впервые в России было использовано в шестом-седьмом тоннелях сочинских. Далее аналогичную технологию мы использовали в Гойцком тоннеле Северо-Кавказской железной дороги, в Хадыжинском тоннеле, перегона Кабардинская-Хадыжинская. И аналогичная технология будет использована здесь, в Лосогорском тоннеле, перегона Чинара-Челепси. Работы здесь были начаты 14 января. На подготовительном этапе были обустроены автодороги, стройплощадки и бытовые помещения. В тоннель завезены все необходимые материалы, включая 120 тонн арматуры. Нам предстоит демонтировать железобетонные шпалы на протяжении 18 суток и демонтировать, фрезеровать основания для устройства дальнейшего выравнивающего слоя. Общий срок – 98 суток. Работа очень серьезная, потому что это первый тоннель в российской практике, что демонтируется жесткое основание, именно жесткое основание, бетонное основание. А так все работы, я думаю, будут выполнить срок. Трехкилометровый Лысогорский тоннель построен в 1978 году. Износ сооружения был вызван электрохимической коррозией. Она, в свою очередь, обуславливается сложными горно-геологическими условиями. На объекте заняты более 100 специалистов. Полностью завершить капремонт планируется 21 апреля. Пока же поезда дальнего следования в сторону Черноморского побережья курсируют по армавирской ветке. А перевозки пассажиров из Сочи в Краснодар стали мультимодальными. Часть пути люди едут на «Ласточке», а часть от Туапсе до Краснодара проезжают на автобусе. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.